в общем у меня есть такой эскиз вчера пробовала нарисовать венок но сейчас как-то совмещу два вот таких рисунка то есть чтобы там были и цветы и осенние листья простым карандашом я намечу вот форму окружности до круга грубо говоря здесь у меня будет такой венок оставляю с этой стороны желуди до аккуратненько намечаю часы чисто композиционные какие-то вот вопросы для себя решаю также с этой стороны такие достаточно крупная вот ветка с рябиной да только здесь вот я хочу более крупно сделать вот желуди наверное тоже как-то покрупнее надо сделать вот листочек от желудя будет идти с одной стороны и вот он торчит пониже вот такие цветы я добавлю они будут у нас правда такого желтого цвета в этой части но без цветов как-то мне кажется венок он не такой интересный вот и собственно здесь будет всякое листва аккуратненько сейчас я смягчу вот у желудей карандаш и приступим к работе с акварелью мне понадобится вот такая кисточка пятерка давайте я возьму оранжевый цвет вот и не аккуратно сделаю вот эту вот форму цвета цветочка он похож на лотос вот они будут здесь вот эти цветы здесь немножко направление до бутона в другую сторону будет такие более острые листья все подсыхает дальше я смешаю кадмий желтый с оранжевым и по форме вот венка да буду делать такую вот листву буквально отпечатками кисти удобно конечно листочек периодически поворачивать поворачивать да что мне так не особо удобно тут как-то руки выворачивать приходится сюда идет листик аккуратненько да и вниз сейчас я доделаю вот эти вот желтые листья и посушу феном чтобы мы могли приступить к следующему слою ну не только слоя вообще следующем этапу чтобы не размазывать по дороге вот эти вот желтые листья сушила феном теперь дальше беру оранжевые кадми оранжевые да и тоненькой они тоненькой точкой уже такие листочки помельче поаккуратнее хочется добавить тоже вот по всему вот этому веночку аккуратненько мы проходимся получается вот его переплетение листвы разное количество до можно добавлять часть я пройдусь наверно поставлю пока на стоп то что тут в принципе понятно по всему кругу я прохожусь где-то больше где-то меньше вот таких вот ярких листиков оранжевых так теперь дальше оранжевый оранжевые листочки мы сделали да теперь давайте я беру сиену натуральную делаем листочки дубовые собственно и желуди аккуратненько вот этим цветом я закрашиваю что побольше до воды взять и вот делаем такие дубовые листики аккуратно не забывайте писать свои любимые темы да что вы любите рисовать вот интересно может какие-то у вас идеи будут вдохновляющие я уже говорила неоднократно вот я у меня есть такая мысль может попробовать скетчбук да вот оформлять кому это актуально напишите интересно ли те москве рисунки скетчбуки до оформления вот листики да теперь делаем они листики сами желуди и веточки да здесь разделить вот эти да листочки можно этот нижний он такой более в тени центральной линии это у меня угроженная желуди да теперь закрашиваем можно блики какие-то оставить тут небольшие и шляпка этим же цветом сиены сделать можно вот пусть они собственно сохнут шляпки так теперь этим же цветом угроженная все записывается видно надеюсь на самом деле я вчера пыталась записать этот венок но у меня видео каким-то мифическим образом из нас какой-то ошибкой его не могу смонтировать но я естественно его уже удалила потому что нервов иногда не хватает просто и с помощью алой краски ягодки нам нарисуем аккуратненько вот такая вот гроздь любимый да и листочки тоже можно оранжевый смешать с алым цветом и сделать аккуратные такие вот листики здесь вот с этой стороны да они идут синхронно достаточно слева и справа максимально лучше ровно прописать вот эту форму до аккуратных листочков будет результат интереснее смотреться аккуратненько красивее веточка да внутри давайте этих вот цветов таких сделаем коричневого вот эту центральную часть как что-то вроде подсолнухов да у них там темно внутри вот я заполняю коричневым цветом сохраняя форму лепестков то здесь поострее хочется сделать вот аккуратно мы заполнили форму да нужно более контрастных точек добавить сюда но то же самое с вот этим цветком внутри там делаем коричневую часть он такой будет у меня а-ля сухой нет или зеленый давайте зеленый темно-зеленый я немножко с коричневого смешиваю да и вот делаем собственно бутон это показываю как там что идет ну чтобы понятного что-то какие-то все-таки а растения до штуки а рядышком то по форме теперь вот веточки рябины тоже не сделаем такие достаточно яркие да можно это более бледное сделать здесь тоже контраста немножко добавить буквально вот нажимом кисти да получалось не сухо наоборот живо вот есть такой сухой листик здесь хочется бутоны тоже все-таки как-то поярче оживить передний план вот я прохожусь по нему а там сзади оставить оранжевые и вот здесь вот эти лепестки на переднем плане сейчас немножечко добавлю желтых листочков да буквально и потом продолжим уже с лайнером графики да вот добавим сюда немножечко и будет такая у нас осенняя композиция немножко зелененького да еще хочется добавить каких-то мелких листочков буквально небольших сюда да здесь какие-то вот листочки можно добавить все я сушу феном да так сделаем лепестки такой вот обвод куда буквально я добавляю можно использовать гелевую ручку черную да если у вас нету лайнера это не принципиально и вот фактурку рисую у цветков вот этих и там на заднем плане не буду лепестки трогать слегка да здесь такой бутон форму можно показать не забывайте присылать свои рисунки да у кого что там получается тоже интересно посмотреть всегда вот такие листочки да можно вот сразу и фактуру ну внутренние да какие-то не у всех и не все листочки будут трогать вот рябинку да я несколько ягодок там прорисую буквально все больше не трогала и вот листики да вот подчеркну вот с одной стороны 100 нибудь там кто к примеру да такой листочек покажу например здесь вот выборочно да я прохожусь по всему букету такой букет на и также сделаю такую тонкую проволоку с такими листочками такая сухая веточка на конечно вот украсит вот она через этот бутон может идти до проходит вот так украсить наш букет собственно композицию такая станет более графичный интересный и фактур куда мы показываем а пройдемся по желудям на них вот я сделаю точки такие до фактуру сделали дальше вот такой вот листок можно кончик такой сделать сухой здесь еще один листик выходит от него какие-то мелкие листочки вот тут по рябине да я прохожусь можно немножко объем до сделать на желудях вот там тени да здесь такие точечки да я просто у них есть острая часть вот и параллельно да вот эти веточки красивые сухие мы рисуем 2 переплетают весь наш букет сюда веточку рябины и рядом листочек да такой с фактуркой и вот отсюда веточка да опять таки идет я ее по форме стараюсь переплести как-то вот где-то находит надо сверху можно даже вот тут поверх опустите веточку такая тонкая смотрите хорошо листики да ну сейчас я поставлю на стопу и дорисую здесь естественно немного